КОНЕЦ 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 Синдром консолидации, то есть еще раз посмотрим основные признаки, которые связаны с консолидацией и от паттерна, которые с вирусной пневмонией существуют. Поэтому сейчас перейдем сразу к оценке пневмоторакса. КОНЕЦ В данном блоке вебинара я расскажу вам о ультразвуковых признаках при поиске пневмоторакса. Первое, что я хочу сказать, это высокочувствительный метод. Он стремится к 93%. Это сопоставимо с компьютерной томографией. А как мы знаем, компьютерная томография является золотым стандартом при определении пневмоторакса и его объемах. Для сканирования мы применяем линейный датчик с частотой 5-15 МГц. Глубина сканирования около 5 см. Также можно применять и абдоминальный датчик с частотой 2-7,5 МГц. Исследования мы можем проводить как в В, так и в М-режиме. Поиск пневмоторакса проводится на передней поверхности грудной стенки. Так как мы знаем, что жидкость грудной полости стремится в нижние отделы, а воздух в передней грудной стенке. Обычно исследуется два межребинных промежутка. Третий и четвертый. Также с двух сторон обязательно проводить исследование по средней ключичной линии. Датчик устанавливается продольно по средней ключичной линии над межребинным промежутком. Также желательно располагать датчик под углом 90 градусов в поверхности грудной клетки. При этом маркер датчика, как мы видим на картинке, расположен в сторону головы. Стараться не прилагать чрезменные физические усилия во время сканирования, так как если пациент в сознании, мы можем доставить ему причине боль. Также чрезменная физическая нагрузка приведет к тому, что мы быстро устанем и не сможем нормально оценивать, проводить поиск пневматолога. Анатомическим ориентиром для определения левральной линии являются ребра. Как мы видим на этой картинке, они изображены. Они будут на картинке в виде гипоэхогенной тени. Необходимо получить изображение двух ребер с межребинным промежутком. Плевра на данной картинке выглядит как гиперэхогенная линия. Все вместе это является признаком летучей мыши. В B-режиме мы видим так называемое скольжение легкого, признак скольжения. Этот признак характеризует движение висцеральной плевры относительно недвижущейся париетальной. Вот мы видим с вами картиночки движущейся. Видите, как характерный признак скольжения. Он также может называться как муравильный марш или муравильный бег. Далее мы можем перейти в M-режим. На первой картиночке, которая слева, мы видим признаки нормального, легкого, так называемого морской берега. Верхний этаж вот этой картиночки, линейные артефакты, они характерны для мягких тканей, грудной клетки, повестанных мягких тканей. Стрелочкой синей граница, плевральная линия. Все, что ниже, мы видим морской берег. Это артефакты, характеризующие наличие признаки нормального, легкого. На второй картиночке, там, где пневмоторакс, мы видим линейные структуры, линейный артефакт, заполняющий всю картинку. Это говорит о том, что скольжения нет, так называемый признак штрих-кода. Мы с большой вероятностью можем утверждать, что здесь признаки пневмоторакса. Далее. Такой существует признак, как олинии. Это артефакты вследствие революберации, то есть отражение ультразвука от плевы. В норме олинии ассоциированы со скольжением легкого. Пневмоторак диагностируется при отсутствии скольжения легкого с наличием множественных горизонтальных артефактов, либо при отсутствии скольжения и отсутствии вертикальных артефактов. Также существует признак, как Б-линии. Б-линии по-другому называют хвост кометы. Этот вертикальный артефакт образуется вследствие эффекта реверберации, то есть отражения ультразвука от альвеол, заполненных жидкостью. В норме Б-линии, ассоциированные с искажением плевы, отходят от нее, ведь они как бы спаяны вместе. Также в межребинном промежутке их должно быть не более трех. При пневмотораксе Б-линии отсутствуют. Следующий признак, который мы ищем, это точка легкого. Точка легкого – это точка на поверхности грудной клетки, где на вдохе появляется искажение легкого, а на выдохе она исчезает. То есть появляется разделение, граница, где картинка стоит на месте, и где другая половина имеет движение. Вот, пожалуйста, Б-режим. Мы видим с вами точку легкого. С одной стороны у нас приходит легкое, то есть имеется движение. С этой стороны мы видим полностью отсутствие скольжения, то есть отсутствие движения. Также, перейдя в M-режим, мы можем видеть границу, где слева у нас присутствует линейная структура, характеризующая пневмоторакс, а справа мы видим наличие так называемого признака морского берега, то есть нормального легкого. Для определения объема пневмоторакса исследование проводится в боковых отделах грудной клетки, в посредней подмышечной линии. Значит, место, где начинается визуализировать признак точки легкого, место чердования признака пневмоторакса и признака искажения является границей этого пневмоторакса. Значит, объем пневмоторакса. При передних малых пневмотораксах скопление воздуха доходит до границы, где-то до передней подмышечной линии. При этих малых пневмотораксах установка дренажа не требуется. При переднелатеральных, то есть при средних пневмотораксах, приуральный воздух распространяется до средней подмышечной линии. Решение о постановке дренажа уже решается, опираясь на клиническую картину. При массивных пневмоторах, когда точка легкого будет определяться больше кзади от средней подмышечной линии, или не определяться полностью при поджатом легком, здесь уже вопрос о дренаже решается в пользу установки дренажа. Так что благодарю вас за внимание, спасибо. Еще разочек, при тем, как я продолжу, вам расскажу про основы, про особенности артефакта А-линии, Б-линии. Как Владимир тоже сказал, при диагностике пневмоторакс нас будет интересовать наличие А-линии, и линии плевра, скольжения и отсутствие Б-линий при пневмотораксе, и в М-режиме это будет по типу морского берега в норме, и который будет при пневмотораксе меняться на штрих-код, то при диагностике интерстициального синдрома, о котором я вам сейчас расскажу, нас будет интересовать два артефакта А- и Б-линии. В норме как образуется А-линии? Еще разочек, смотрите, вот здесь вот наглядно представлено, это расстояние от кожи до линии плевра, которое в глубину в ткани легкой от линии плевры будет дублироваться в виде А-линии. Если мы их видим, этот артефакт в норме показывает, что легкое под плеврой сухое, и нет никакого накопления вне сосудистой жидкости. Есть ситуация, резко меняется, по какой-то непонятной для нас причине накапливается вне сосудистой жидкости и развивается интерстициальный синдром или отек легких, ультразвуковая картина меняется. Мы с вами увидим так называемые Б-линии или Б-паттерн. Что это такое? Вот здесь вот наглядно представлено, как жидкость накапливается в альвеолах, и это является физическим основой для проведения ультразвука в виде Б-линий, который отходит от линии плевры в виде грубых белых линий. В литературе это признано называть по типу хвост кометы. Вот таких хвостов кометы, либо иногда, например, лазерный луч, который отходит от линии плевры на всю глубину выставленного изображения, говорят, что если это их больше трех, это накопление вне сосудистой воды, если лишь менее трех, это, возможно, вариант нормы, и надо дальше исследовать пациента. Еще разочек, как это выглядит? А-линии. Горизонтальные линии под плеврой. Б-линии – это вертикальные линии от линии плевры. В этом режиме для диагностики у нас будет нецеление с точки зрения диагностики кинематеркоса. Вот здесь его представлены по типу морского берега. В этой статье продемонстрировано исследование очень интересное, где искусственно свинкам индуцировано в поражении легких, алииновой кислотой. И посмотрите, какая градация во времени это была. На 15 минуте после того, как эта кислота вызывала индуцированное поражение легких, мы видим на узаковом изображении B-линии, которые уже формируются от линии плевры. При этом клинических проявлений в виде грубых, сухих или влажных шумов мы еще не слышим. А на рентгеновских признаках все это тоже признаки отсутствуют. И только на 90-й минуте появляется изменение газа в крови. И когда клиника будет развернута, и при этом еще будет на рентгене позитивация. Это все можно будет увидеть. Но, важный момент, полтора часа, вот этот светлый промежуток, мы уже можем это визуализировать, как скрининговый метод ранний, при котором еще клиники нету, газа крови не меняется, и рентгенские признаки с низкой чувствительностью в диагностике интерстициального синдрома. Эта методика была соотнесена B-линией с признаками LV-LV. Очень интересно, это вам почитать. Вот, там все очень хорошо описано. Следующий момент, так как отек легких, это полиморбидное состояние, при разных ситуациях может возникать, то наша задача с вами как-то определиться. Во-первых, это диагностика интерстициального синдрома. Следующий момент, как прежде всего, это клиника, я хочу сказать важный момент. Клиника, медицинский мониторинг, вид давления, пульса, сатурации, и если у вас есть инвазивный мониторинг для пациента. Следующий момент, это после этого у нас есть методы дополнительные, как рентген, в том числе и методы ультразвуковой визуализации. За счет портативных ультразвуковых аппаратов, мы попозже вам продемонстрировали, как это все видно, вы можете в ключевой момент увидеть это быстро, ранее, в зависимости от вашего ситуации рабочих. Это может быть выделение реанимации, а может быть и на долгоспитальном этапе, а может быть прикроватный метод где-то выделения, в зависимости от того, где вы работаете в конкретный момент. Обратите внимание, чувствительность и специфичность метода. Это 92 и 94%, то есть почти 100%. Эта методика диагностики приравна к рентгену, поэтому все, что вы видите, вы это представьте, видите на уровне рентгена, поэтому этот метод высокой диагностической ценности для врачей обладает. Причины некардиогенного отека легких достаточно многообразные, их много. Один из сейчас распространенных, это, конечно, и пневмония, и РДС-синдром, но в том числе и некоторые лекарственные препараты могут это вызывать, и заболевание почек. В общем, масса состояний, которые это могут вызывать. И кардиогенные причины. Чаще всего, вот эти здесь представлены, это грубая сердечная патология, патология клапанов, в том числе такие состояния, как сепсис. Важный момент. Обратите внимание, как будет коррелироваться картинка в зависимости от инкопления вне состоящества воды, и как это будет видно на ультразыковом изображении. В норме мы видим с вами линию плебра в виде тонкой гиперхогенной линии, под которой в норме нет, либо нет Б-линии, либо они будут единичные, трех штук, не более. Если мы увидим с вами накопление вне состоящества воды, обратите внимание, мы видим, как А-линии пропадают, постепенно видно, А-линии пропадают, а на их место приходит Б-линия, либо Б-паттерн заменяется, замещается. Это умеренный интерстациональный отек. По мере того, как отек будет нарастать, мы с вами увидим, что от линии плебры исходит так называемый каскад Б-линий, за которыми А-линии не видно. Это так называемая белая легкая, либо, говорит, по типу водопада. Похоже, как будто струя водопада стекает со склона. Легче запоминается. Важный момент. Теперь нам надо определиться, с какой стороны вот такой каскад вы в своем виде. С одной стороны или двухсторонний? Если это двухсторонний поражение, то с высокой вероятностью это, скорее всего, кардиогены природы. Либо, возможно, это с одной стороны. Тоже надо выяснять причины. Обратите внимание, еще корреляция изображения. Это в виде схемы у нас представлено. Обратите внимание, как это будет выглядеть? Тень от ребра. Линии плевры. И видно, как такие белые гиперхогенные линии, или хвост кометы, или струи, их называют, иногда стекают на всю глубину изображения вниз. По мере того, как они будут накапливаться, их будет становиться больше. Вот как вот здесь представлено. Обратите внимание. Их такое количество, что они все объединились в виде белой гиперхогенной такой пелены. Или белое, легкое. Либо по типу водопада. Корреляция УЗИ изображения с КТ. На уровне среза сердца разных отделов. Обратите внимание. Вот интерстатический синдром двухсторонний. При этом мы с вами видим от линии плевры, как корреляется изображение на УЗИ. Белая гиперхогенная линия на всю глубину исследования. При этом А линии вообще не видно. И они заслоняют нашу всю картину. Четко видно совершенно. И нет другой интерпретации этого изображения. То есть это интерстатический синдром. Посмотрите. По мере возвращения интерстатического синдрома, количество Б линий уменьшается. И между ними какое-то расстояние формируется. Есть понятие как Б3 и Б7. Что такое Б3 и Б7 расстояние? Чем больше, меньше расстояние, тем меньше между ними будет расстояние. Называется Б3 миллиметра между линиями. По мере того, как это интерстатический синдром на фоне лечения пациента будет разрешаться, вот этих Б линий будет меньше, расстояние между ними увеличивается. Этот паттер называется Б7. Это принято корреляться в связи с последними событиями в литературе. Для верификации причин отека легких нам необходимо дополнить ультилоковое исследование в фокусированном ЭХКГ. В честности, нам будет понадобиться две позиции. Это подлинной оси из левого паршторнального доступа и покороткой оси из левого паршторнального доступа. Этих двух позиций более чем достаточны для постановки диагноза на 95-97%. При этом мы с вами будем оценивать сократимость. Сократимость будем оценивать прежде всего на глаз. То есть визуальная оценка будет сократимости, потому что это очень хорошо видно. Я вам продемонстрирую, как это все легко оценить. И следующий момент. Мы должны с вами оценить нормальную анатомию сердца при ультилоковизуализации. Тоже вам покажу, расскажу, как это все выглядит. И есть так называемые плевропульмональные признаки. Еще разочек напомню. Это толщина и ровность плевра. В норме плевр тонкая, гиперэхогенная линия. И на вдохе и выдохе должно быть скольжение этой плевры. Следующий момент. Мы оцениваем, есть наличие выпадов в плевральной синусе, либо отсутствие. В норме должен быть эффект зеркального артефакта, или зеркальный эффект в плевральной синусе. И следующий момент. Это оцениваем консолидацию ткани легкого под линией плевры. Чуть попозже об этом мой коллега Сергей Николаевич вам расскажет. Все это называется объединено в плевропульмональные признаки. Для некардиогенного отека легких, я хочу сказать, некардиогенного, вы помните, это множество признаков нас будет интересовать наличие артефактов и отсутствие консолидации с одной стороны. То есть в норме мы видим с одной стороны норму полностью, во всех признаках. Признаки в верхних зонах, нижних зонах легкого, по передней, боковой и задней поверхности. А с другой стороны, слева, вы увидите B-артефакт или B-линии от линии плевры отходящие, множественные, при этом B-линии могут быть и по типу B7, их немного, а может быть по типу B3, в том числе они могут сливаться в виде белого белого пилина или белого легкого, так называемого. При этом мы с вами можем увидеть на фоне консолидации ткани легкого. Чуть попозже мы вам покажем, как это выглядит и все это наконец расскажет. То есть это признак некардиогенного отека легких на фоне выраженного конспорительного процесса в виде пневмонии. Для фокусирования ЭХКГ нам с вами нужна постановка датчика из левопошторнального доступа рядом с грудиной, маркер датчика направлен на правое плечо, а сам датчик важно расположить между ребрами, то есть там, где наиболее лучшая визуализация будет сердце. Обратите внимание, вот так мы с вами увидим в виде схемы это выглядит под датчиком мы с вами видим правый кусочек правого желудочка, межжелудочка перегородка, левый объем левого желудочка, задняя стенка левого желудочка, перикард, вот здесь хорошо видно, небольшой кусочек нисходящего грудного отдела орты, метральный клапан, левое предсердие, аортальный клапан. В норме мы с вами оцениваем анатомию, обратите внимание, правый желудочек примерно по расстоянию должен соответствовать с вами луковице аорты и левому предсердию. Это расстояние, даже вот это вот, переднее и заднее расстояние должно быть примерно одинаковое. В норме это от 3 до 4 сантиметров. Следующий момент, я обращаю внимание, а как сокращается межжелудочка-перегородка? в систолу и диастолу. Видно, она утолщается, а в диастолу расслабляется. Объем левого желудочка, обратите внимание, он в систолу уменьшается в норме примерно на половину, то есть фракция будет примерно 50 и выше процентов. Если объем почему-то какой-то причине уменьшается, мы должны с вами разобраться в этих причинах. Следующий момент, линии перекарда, обратите внимание, белая гиперхогенная линия, нет никаких анахогенных пространств. А всегда обращаю внимание, а как открывается метральный клапан, в норме нужно широко открываться, и артальный клапан, в норме хорошее открытие должно быть. Следующий момент, мы с вами маркер по часовой стрелке переносим вот таким образом на левое плечо. Как только мы так сделали, у нас получится срез сердца поперечный или, говорят, по короткой оси левого желудочка. Из-за левого парштонального доступа. Что при этом мы с вами увидим? Обратите внимание, мы с вами видим срез сердца поперечно, при этом центральное положение у нас будет занимать левый желудочек, а правый желудочек будет к нему примыкать со стороны межжелудочковой перегородки. Давайте разберемся, где какие отделы левого желудочка мы с вами здесь можем увидеть. Примерно с 12 до часу вот это расстояние это будет передняя стенка. Примерно на 3 часа это будет боковая стенка. 4 часов это нижняя стенка. Межжелудочковая перегородка у нас будет от 8 до 12 часов, с которой будет примыкать правый желудочек. Линия перикарда, обратите внимание, в виде белой гиперхогенной линии мы с вами увидим. Что в динамике мы с вами оцениваем? Обратите внимание, я вижу, как левый желудочек симметрично сокращается в систолу. Вот если я вот так поставлю сюда курсор, видно? Все стеночки симметрично сокращаются. Обратите внимание, линии перикарда в виде белой гиперхогенной линии. Обратите внимание также на зону правого желудочка. Правый желудочек примыкает к левому желудочку со стороны межжелудочковой перегородки. Я вижу, как он в виде полулуния, то есть не давит на желудочек, и межжелудочковая перегородка синхронно в систолу сокращается, а в диастолу расслабляется. Синхронное сокращение. После этого я оцениваю, какая систола левого желудочка. Обратите внимание, конечный диастолический объем, когда сердце расслабляется, в систолу примерно уменьшается по короткости в два раза. Это называется визуальная оценка сократимости более чем в половину, 50%, и здесь совершенно нормальная сократимость. Забыл вам сказать, здесь срез поперечных сердца на уровне попиллярных мышц. Это средний отдел сердца. Вот они, попиллярные мышцы, две, их может быть больше, но важный момент, это средний отдел сердца, наиболее функциональный в плане сокращения. В норме вот так мы должны с вами визировать. А что происходит при грубой дисфункции систолической левой желудочкой? Обратите внимание, из левого паршторнального доступа у нас с вами была позиция. Что мы здесь видим? Обратите внимание, вот левый желудочек. И очень хорошо видно, при нарушении сократимости мы с вами видим, что этот объем левого желудочка по сути не сокращается. Конечный диастолический объем в систолу равен, почти не уменьшается. Поэтому за счет разницы КДО минус КСО и фракция низкая, фракция выброса будет низкая. То есть визуальная оценка меньше 50%. И здесь это четко видно. Обратите внимание, как должно это быть. В норме мы видим сократимость хорошую, и вот этот объем диастолический, конечный диастолический систем уменьшается здесь в два раза. Четко видно. Обратите внимание, за счет движения метрального клапана. Передняя створка метрального клапана в норме должна очень хорошо в диастолу открываться. Видно, как она прыгает вверх-вниз. И в некоторых ситуациях она прям докасается до межелудочной пригородки. То при грубой систолической дисфункции вот это расстояние EPSS at point separation будет по сути больше двух сантиметров. То есть фракция здесь меньше 35%. А что будет видно по короткой оси, когда мы с вами маркер привесем на левое плечо. Также с вами мы подтверждаем, что подлинные оси левого желудочка у нас по короткой оси. То же самое мы видим нарушение сократительной способности левого желудочка. Конечный диастолический объем в систолу не уменьшается. Он примерно равен ему. И поэтому визуальное снижение сократимости будет менее 50%. Четко это видно. И нет никакого другого неоднозначного характера характерной способности. В норме мы должны уменьшение сократительной способности в 2 раза. Более чем в 2 раза. О чем мне говорят? Если я вижу в двух позициях нарушение сократительной способности левого желудочка подлинной и по короткой оси менее 50%. Наличие были не двухсторонней справа и слева. При этом количество объемов может быть разное в зависимости от выраженности клинического процесса. и четко будет постановка диагноза. Постановка диагноза вас при этом займет примерно 5-10 минут в зависимости от вашего навыка. И это еще раз хочу сделать. Эти признаки появятся раньше, чем будет изменение корреляции по рентгену, чем газы крови поменяются и важный момент возможно еще не будет выраженных шумов легких. А корреляция будет совершенно четкая. Нарушение глобальной сократимости сердца дискуссия левого желудочка и множество наличия были линий с двух сторон. Чаще всего эти былинии формируются в так называемые плапс-точках, то есть задних латеральных позициях на фоне интерстриального синдрома. Следующий момент я предоставляю слово моему коллеге Всеволоду Николаевичу, он вам расскажет свою часть лекции, а позже мы все это продемонстрируем вам в виде мастер-класса. Продолжаем наш вебинар. По вопросу можно ли посмотреть вебинар в записи, да, можно будет, чуть позже выложим на ютубе, ссылку дадим на странице фокус-мозг, вы сможете посмотреть его и при возможности остановить какие-то протоколы, еще что-то. Следующая часть по поводу синдрома консолидации и ранее уже показывали эти материалы с характерными признаками паттерна пневмонии или консолидации. и сейчас немножко повторим и потом покажем вариант прополнять его, ну, один из вариантов, да, для того, чтобы можно было с ним работать. значит, у нас существует в данный момент определенные клинические рекомендации методологические, которые касаются компьютерной томографии, да, и существуют определенные регионологические признаки, КТ-признаки изменений, которые очень характерны для этого нового заболевания, вирусной пневмонии, вызванные COVID-19. Да, и в первую очередь это, конечно, большое количество пациентов с признаками изменениями в виде матового стекла и в более тяжелой степени, когда идет, уже у нас идет консолидация. Соответственно, все эти признаки имеют свои эквиваленты на ультразвуковом изображении. И на данный момент существует определенная по данным различных метаанализов оценка подчувствительной специфичности касаемой пневмонии с помощью ультразвука оценки как у взрослых, так и у детей. И особое внимание с точки зрения синдрома консолидации нужно обращать именно на линию плевру, опять же, линию плевры и это касается как и простых базовых узелек пневмоторокс, так и вот этих более сложных изменений, которые связаны с вирусной пневмонией или вообще с пневмонией как таковой. Ну вот эта работа, которая всеми так цитируется, основные распределения это базальные зоны легких, задние, чаще всего двухсторонние поражения и часть пациентов без клинической симптоматики тем не менее имеют изменения на ультразвуковой картине. Прогрессия выглядит в виде изменения, появления большого количества былиний, то есть развития интерсициального синдрома, которые постепенно происходят к тому, что былинии, которые были между собой имели расстояние где-то 7 мм, то есть это был интерсициальный синдром, переходит в альвеолярный интерсициальный синдром и уже представляет себя B3 линии, то есть расстояние между ними уменьшается, они становятся более плотные, частично фиксированные на плевре, то есть из зоны малых консолидаций субплевральных и дающие так называемое белое легкое. Вот эти вот на данный момент считаются характерными признаками именно вирусной пневмонии, учитывая вот эту пандемию, которая сейчас у нас происходит во всем мире. И дальше это переходит уже в консолидацию. Ну, здесь вот характерные признаки, которые можно увидеть при различных степени выраженности консолидации. То есть в первую очередь обращаем внимание, как всегда, начинаем сверху вниз с плеврой. Линия плевра вот здесь представлена разорвана и мы видим зону консолидации, то есть это уже легочная ткань, такая, когда мы ее видим. И вокруг нее видим неровную линию, которая дальше переходит уже в белое легкое. То есть зона границы пневмонии или непосредственно зона консолидации граничит с зоной аэрированного легкого, которая в виде B-паттерна. И вот здесь можно обратить внимание, характерный так называемый А-B-паттерн, когда мы видим и B-линии, и А-линии. То есть у нас из зоны консолидации вокруг окружает ткань, которая имеет большее количество внесосудистой воды, соответственно, она генерирует вертикальный реверберационный артефакт, рядом соседствует здоровая ткань легкого, воздушная, аэрированная, которая дает А-артефакт, да, или горизонтальная линия. И вот этот А-B-паттерн является характерным для пневмонии, да, это не специфический признак. Дальше мы уже от степени поражения, от площади вот этого консолидации зоны можем говорить о том, что это не транслабарная или транслабарная консолидация. вот здесь на этой картинке показана полностью пораженная большая часть легкого, да, вот эта диафрагма, и мы видим, что ткань в виде консолидата, обратите внимание, вот эти точки, да, это воздушная бронхограмма, то есть это мелкие бронхи, которые заполнены воздухом, и если они еще имеют так называемый динамический или нединамический паттерн, то они нам будут говорить о том, есть здесь это пневмония или нет, или это может быть аталектаз другого генеза. Ну вот касательно сублевральных консолидаций, то, что мы должны смотреть и оценивать у этих пациентов, да, дальше представлены, показываем вам протокол, как выглядят и какие зоны сканирования. Значит, сейчас вот это малая сублевральная консолидация, обратите внимание, вот здесь линия плевры и здесь небольшая область консолидации, от которой отходят бы линии. Дальше здесь вот с ограниченным движением легкая, видно деформация линии плевры и вот этот паттерн белого легкого. Дальше, если на этой картинке посмотрим, видим ткань легкого бугристой, да, плевры, и здесь небольшой объем эксудата, то есть одна из характеристик это наличие ограниченных сублевральных консолидаций с небольшим зоном, с небольшим выплатом, который ограничен именно в зоне консолидации, тоже является характерным для вирусной пневмонии. ну и ниже можете видеть вот это так называемое белое легкое, когда у нас вот эта правая в нижнем правом углу картинка показывает как раз зону консолидации, из нее белая линия ниже выходит, а слева мы можем видеть сохраняющийся А-паттерн, то есть вот он А-Б-паттерн, который нам может говорить о том, что здесь как раз легкое имеет признаки пневмонии, да, уже вирусные или бактериальные, мы дальше поговорим как отличать. Ну, Шредсайн или это признак рваной линии, то есть у нас когда достаточно большая зона консолидации субливральной, вот эта вот ограница ее является ткань, которая имеет определенное увеличенное количество сосудистой воды и дает вот эту картину белого легкого. Это вот те характеристики, которые мы можем оценивать. И транслабарные консолидации с динамической бронхограммой, здесь вот в этой картинке, можете обратить внимание, что легкое полностью консолидировано и при вдохе-выдохе у нас внутри бронхов двигаются захваченные пузырьки воздуха вместе с воспалительным эксудатом, похоже это на так скажем, или звездное небо, если двигается, то можно назвать это как дерево или как похоже на ветки. То есть вот это характерный признак динамической воздушной бронхограммы. здесь тоже представлено, вот на этой картинке обратите внимание, консолидированное легкое в области, допустим, если это право легочного синуса, видно небольшой объем эксудата в области плеврального синуса, да, и это тоже характерный признак связан с тем, что вирусная пневмония, особенно в начальной стадии, не дает большой объем жидкости в плевральной полости, в отличие от бактериальной и визуализация большего объема жидкости может говорить о том, что уже присоединение бактериальной инфекцией и эта пневмония уже имеет смешанную ГНС. Здесь можете увидеть, вот она разница статичной и динамической воздушной бронхограммы, да, еще раз динамической, это когда в консолидированном легком мы видим движение захваченных пузырьков воздуха вместе с воспалительным эксудатом. Это динамическое и статичное это при интерституальном синдроме, при большом объеме в плевральной полости или, допустим, при травме, если это кровь, мы будем увидеть отелектаз, связанный с большим объемом жидкости в плевральной полости, в котором будет отсутствовать как раз вот эта динамическая картина. И по поводу теперь протоколов на данный момент существует большое количество протоколов, которые предложены различными авторами, вот этот непосредственно наши китайские коллеги предложили, вот эти все протоколы мы после вебинара выложим на странице от эпохи с мозгом, которые вы сможете на фейсбуке у нас есть страница, там их может быть скачать в виде картинки. То есть здесь представлены данные пациента, механической вентиляции есть, нет, уровень ВДКВ и находки выставляем по зонам сканирования, да, и в этих зонах выставляем просто галочки, допустим, А, Б линии, консолидация воздушная бронхограмма, отмечаем объем плевральной полости. Ну, наверное, вот этот протокол больше подходит для врачей ультразвуковой диагностики, да, и у нас сейчас вот эта программа стартует, которая в поликлиниках будет выполняться диагностика в виде компьютерной томографии и ультразвуковой оценки легких. И более интересный, ну, более такой визуальный протокол, протокол с у нас получается здесь 7 точек на одной стороне, 7 на другой, то есть 14-позиционный протокол, который позволяет оценить в принципе все поля. То есть у нас получается область передняя легких, латеральная и в области базальные задние отделы, да, вдоль, около лопаток, потому что наши итальянские коллеги вообще начинают сканирование со спины. И вот эти 3 точки они выводят, потому что это зоны наиболее часто, которые вовлечены в процесс поражения. вот такая таблица, где мы заполняем. Значит, описание характеристик, которые мы можем писать, непосредственно этот протокол касается пациентов с вирусной пневмонией, да, мы здесь даже вот про пневмоторов, условно говоря, просто будем писать уже в заключении, что, допустим, есть скольжение или нет, нас интересуют изменения касательно вот этих воспалений вирусных, и все делится на B-линии, которые имеют определенные градации, то есть если у нас меньше 3-х, мы B0 ставим и, допустим, наличие скольжения, да, чтобы узнать, что у нас здесь здорово-легкое подплеврое. Если у нас есть небольшое количество 3-7, то есть B7, да, линии в одном межреберье, это легкие изменения, если больше 7, то есть уже у нас к сливанию эти B-линии переходят, мы B2+, выставляем умеренные изменения и фиксированные широкие линии это B3 будет. Обязательно пишем распределение B-линий, допустим, это фокальные, мультифокальные или диффузные. Дальше, если мы видим зону консолидации, ну, если ее нет, то нет. Если мы видим деформацию линии плевры, малые субплевральные консолидации, которые только деформировали плевры, то это C+, да, и дальше мы переходим уже к консолидации, которые на глубину менее сантиметра или сантиметр под плеврой находятся. Два плюса выставляем и три плюса это большие зоны консолидации, когда нетранслабарные или транслабарные за счет количества точек, которые мы обследуем, то есть, если у нас в многих точках C3+, то мы можем говорить о транслабарной, допустим, консолидации легкого. И плевральной полости указываем максимальное расстояние от диафрагмы до легкого, то есть, такое простое измерение, которое там фокусно нам позволяет оценить этих пациентов. Ну, вот несколько вариантов пациентов, да, вот пациент 50 лет, вернулся из Италии, жалобы на кашель, температуру, одышка при минимальной физической накрутке, сатурация у него 90-го держит. Протокол оценки мы делаем передние зоны, оцениваем и задние зоны, да, и что мы видим, да, ну, так вот, чтобы более визуально, при оценке передних и латеральных зон легких мы видим, что в области верхушек ближе, да, по среднеключичной линии, второй, третьей межиберии, мы видим А-паттерн, который, смещаясь к латеральным зонам, переходит в интерстициальный синдром, когда мы видим большое количество Б-линий, и на этих картинках можете увидеть, что они достаточно на расстоянии между собой находятся, то будем говорить, что это где-то около 7 мм между собой эти были линии имеют. И переходим на задние зоны, здесь мы можем увидеть, что уже в области непосредственно около лопаток, вот это L5, R5 зонах мы видим суплевральные консолидации небольшие, которые увеличиваются по мере смещения к задним и ультральным областям легких, и здесь уже мы видим большую площадь консолидации, что дает нам описание в принципе всех полей легких. И здесь тогда мы будем в этой таблице писать соответственно тому описанию этих линий, мы видели, что передний отдел у нас в А-профиле были, или А-паттерни, то есть у нас здоровая здесь как бы ткань была, дальше мы переходили на лутеральные зоны, здесь видели диффузные множественные Б-линии, в зоне R5, L5 уже были из зоны консолидации фиксированные Б-линии и суплевральные консолидации, дальше вот эти задние лутеральные стороны и вот этот плавс-точки, которые оцениваются и наиболее чувствительны для вирусной пневмонии, мы оцениваем как суплевральная консолидация, и здесь если мы вернемся, C2+, это консолидация, которая менее, ну или сантиметр под плеврой распространяется, и глубина зонки. Когда мы можем определенно заключение сделать, что при ультразвуковом сканировании легких в передних отделах мы патологии не выявляем, переходя на латеральные поля легких признаки интерфициальных изменений и по заднебазальным выражены консолидативные изменения с деформацией линии плевры преимущественно в зонах, которые описаны. Соответственно, вывод, нельзя исключить вирусную этиологию консолидации, учитывая анамнез пациента. Но тоже один из вариантов, который итальянские коллеги предложили вообще по трем баллам оценивать. То есть ноль это А-паттерн, небольшая одна или несколько Б-линий это один балл, значит, множественная Б-линия с деформацией плевры это два балла и изменение уже консолидации с белым легким это три балла. Тогда этот пациент выглядит будет в таком цифровом формате, да, ну, так, нам кажется, что это менее наглядно, но тем не менее этот протокол, наверное, будет, так скажем, наименее трудозатратный по оценке пациентов и позволяет динамику оценивать. Ну, еще пациент вот 66 лет, контактные дети вернулись из Таиланда, тоже жалобы на кашень, температуру небольшую, да, дышку при минимальной физической нагрузке. при сканировании мы у этого пациента оцениваем передние поля и латеральные легких и можем увидеть здесь большое количество B-линий во всех зонах сканирования и в правой латеральной зоне R4 видим небольшой объем эксудатов февральной полости, да, учитывая, что линии плевровезде ровные, нас интересуют задние поля для того, чтобы исключить возможность, что это вирусная пневмония или это какой-то этап, да, либо возможно, что это интерсициальный синдром связанный с кардиогенной патологией. И при сканировании задних полей мы тоже видим множественные B-линии по всем полям, которые имеют характеристики, как мы вам ранее говорили, что B7, B3 линии, да, B7 линии, это вот они так выглядят, то есть вертикальный реверберационный артефакт, расстояние между которыми B-линии где-то 7 мм, да, и если они ближе уже начинают сливаться, то это B3 линии, которые более характерны для синдрома консолидации. Значит, когда здесь вот мы просто опишем, что множественные диффузные B-линии, да, во всех полях плюс жидкость в одной зон, когда мы нашли в области синуса, легочного, в плевральной полости жидкости, тогда мы будем говорить, что здесь вероятнее всего интерстициальный синдром, мы должны выполнить фокусное эхо для того, чтобы оценить функцию сердца. и при сканировании такого пациента, то есть, ну, даже из одной или двух позиций для нас все становится понятно, то есть, если мы видим ограниченную функцию сократительную левых отделов, да, вот эта субкостальная позиция получается, и множественные B-линии, то, в принципе, диагноз для нас уже ясен, скорее всего, кардиогенный, да, генез, плюс, вот, нижние полы вены как дополнение может быть использовано, видим расширенную нижнюю полу вены без коллапса во время акта дыхания. Вот так может вот это кардиопульмональный ультразвук фокусный помочь с диагностикой пациента, который имеет патологию, учитывая, что мы всех пациентов теперь рассматриваем как COVID-плюс, вот этот диагноз был выполнен. Вот пациент еще моложе, да, 42 года, вернулся из Нью-Йорка, жалобы на кашель, температуру, слабость, диарея, тоже с 1290, на КТ вот такие выраженные изменения, то есть изначально было сделано КТ. Мы знаем, что у нас есть определенные эквиваленты ультразвуковых признаков, соответственно, при проведении УЗИ легких можем ожидать у него следующие изменения. Здесь уже обратите внимание, по среднеключичной линии мы видим вот эти фиксированные широкие Б-линии, да, которые в принципе нас уже настораживают. Дальше при сканировании следующих, других точек мы видим деформацию плевры с уплевральными консолидациями, а в латеральных отделах уже вот этот признак рваной линии лишь red sign и достаточно выраженную зону консолидации. Но мы уже понимаем, что здесь вероятнее всего вирусная пневмония и при оценке задних отделов легких и заднелатеральных мы видим как раз в верхних L5 и R5 выраженные широкие Б-линии с уплевральными деформацией плевры, да. Вот здесь особенно взята картинка от одного из твиттера авторов. То есть мы видим когда широкие Б-линии с А-паттерном рядом находятся. То есть вот это тоже характерное изменение. И дальше видно, что выражены деформации плевры и справа в нижней латеральной зоне видим зону большого консолидатора с небольшим объемом жидкости в плевральной полости, что для нас в принципе учитывая клинику укладывается в вирусную пневмонию вероятнее всего. Ну вот как мы заполняем то же самое. То есть мы видели слившиеся Б-линии широкие, то есть Б-3+, ставим везде зоны консолидации и там где зона большой консолидации там похоже было на транслабарную мы ставим С-3+. Это все говорит о тяжести такого пациента и что скорее всего в ближайшее время такой пациент может потребовать ну как минимум кислорода, да, как максимум возможно уже интубация трахеи в зависимости от клиники. И в описании как мы можем это описать что при ультразвуковом сканировании легких передних отделов отмечаются множественные фокальные Б-линии также малые субплевральные консолидации при сканировании латеральных и задних отделов легких мы отмечаем выраженные очаги консолидации различной площади плевра в области очагов прерывается деформировано и ультразвуковые признаки пневмонии которые вероятнее всего вирусного генеза и соответственно вот такое заключение которое требует естественно подтверждения с помощью ПЦР реакции то есть мы берем анализы уже специфические мы имеем КТ-картинку и вопрос нужно было ли этому пациенту делать КТ или возможно было ограничиться УЗИ легких или уже по данным УЗИ легких делать вывод что нам допустим для полноты оценки нужно выполнить компьютерную томографию то есть вот этот триаж кому выполнять компьютерную томографию возможно в ближайшее время запрос такой возник у нас есть временные методические рекомендации в которых прописано УЗИ легких то есть при массовом поступлении пациентов недостаточной доступности компьютерной томографии десортировки пациентов при УЗИ признаках вот этих интерсиальных изменений и синдром консолидации признаков консолидации УЗИ можно рассматривать как некоторый инструмент для работы с такими пациентами также в рекомендациях прописано что ультразвук легких не был такой широко развитым направлением в России длительное время да учитывая что как это прописано в БЛЮ протоколе то есть иногда кажется что простые методы они слишком простые чтобы их использовать но тем не менее это достаточно мощный инструмент который может использоваться врачами и врачами ультразвуковой диагностики в первую очередь и врачами интенсивистами которые работают с пациентами на определенных этапах оказания медицинской помощи и вот в этих методических рекомендациях в принципе прописаны все определенные изменения которые мы сейчас с вами обсудили и все вот эти эквиваленты которые соответствуют КТ изменениям они говорят о том что УЗИ в принципе может являться достаточно мощным инструментом для выполнения ультразвуковой диагностики этих пациентов и место УЗИ конечно еще предстоит определить но данные многих авторов и из других стран говорят нам про то что все большее внимания к этому методу исследования уделяется дальше у нас сейчас будет практическая часть с демонстрацией поэтому мы сейчас прерываемся на короткую паузу и еще коллеги мы сейчас продемонстрируем признаки нормального легкого значит как говорилось начало исследования проводится по среднеключичной линии третий четвертый промежуток датчик под углом 90 градусов видите что позиции у нас прямо посередине между двумя ребрами мы с вами видим гиперфогенную линию плевру и 2 гиперфогенных тени это ребра соходящие вниз вот этими гиперфогенными тенями видим что линия плевра как будто скользит как будто бегает так называемый марш это сейчас следование у нас в режиме мы можем перейти в N режим видим с вами так называемый признак морского бедника это говорит о том что нормальный легкий можете задержать дыхание все равно даже при задержке дыхания мы видим все равно что признак морского берега никуда не уходит не переходит в признак штифогенную далее мы спускаемся на одно межеберие вниз также вводим это межеберие поселение мы видим присутствие горизонтальных артефактов так называемых оленей их совсем малое количество это говорит о том что легкая нормальная бесполезная на фоне скольжения на фоне скольжения глина я хочу поменьше все надеюсь видно скольжение также мы отслеживаем на другой стороне грудной клетки также мы видим скольжение спускаемся ниже видим скольжение передыхание пациента скольжение переходим на боковую поверхность на средне подмышечную линию мы также видим скольжение спускаемся ниже на одном межеберие также видим скольжение передыхания даже видим как вообще приходит легкая значит по поводу того когда бывает ситуация вы ставите датчик на оценку пневмоторокса или его отсутствие и вот это скольжение легких незаметно то есть вы поставили датчик здесь вот хорошо видно как скольжение в некоторых случаях при поверхностном дыхании при поверхностном дыхании бывает так что не совсем понятно скользит или не скользит варианты какие могут быть фишки для улучшения во первых можно яркость практически в ноль выкрутить учитывая гиперохогенную линию плевра то мы будем видеть ее одну только оставшуюся и тем самым можем более как бы тщательно приглядеться в скольжении есть или нет вот обратите внимание наш пациент стандартизированный дышит а сейчас если он задержит дыхание при фиксации руки можно увидеть как плевра в такт с сердцем осуществляет движение то есть это пульс легкого так называемый в данный момент есть скольжение сейчас задержит дыхание видите такие небольшие передаточные удары передаются это вот пульс легкого дальше если даже это не позволяет точно понять скольжение есть или нет один из маневров который позволяет это сделать это встать не перпендикулярно к плевре а в некоторой анизотерапии под углом тогда она уже теряет как бы свой вид такой тонкой гиперохогенной линии но за счет того что мы находимся под некоторым углом к ней мы больше видим ее движение уже как ткань да и вот это вот видите здесь значительно лучше видно скольжение и вот этот вариант который может помочь в сложных ситуациях особенно пациентов которые в интенсивную терапию у нас попадают это как раз тот вариант который позволяет улучшить визуализацию вот есть пневмоторакс или нет да это с этой точки зрения это первое сейчас мы мы сейчас еще покажем как выводить фокусное эхо да мы сейчас переключим датчик мы продолжаем вот тот сценарий по поводу если мы увидели любые линии допустим диффузные по всем полям легких да и теперь должны оценить генез этого интерсессиального синдрома вот для выполнения фокусного эха мы из двух позиций ну или из трех можем оценить функцию сокращение сердца да то есть нас интересует насколько у нас сохранена систолическая функция левых отделов выводим по длинной парастернальной позиции маркер к правому плечу пациента двигаем сверху вниз пока не получим акустическое окно которое нас будет устраивать здесь можем оценить функцию с помощью так называемого eyeball метода когда мы просто после получения проекции оцениваем насколько у нас изменения стенок миокарда левого желудочка происходит вариант можем оценить с помощью то что Роман Дарджи говорил ИПСС то есть это расстояние на которое створка нейтрального клапана касается межжелудочковой перегородки можем паузу нажать в принципе расстояние это оценить здесь даже на глаз видно вот этот момент когда у нас это расстояние незначительное что говорит о сохраненной функции плюс мы видим насколько изменения стенок происходят желудочковой перегородки и стенки левого желудочка вот это первый момент и второй если есть необходимость из другой позиции подтвердить свои находки то мы поворотом датчика на уровне пиллярных мышц оцениваем глобальную сократимость левого желудка то есть если я поинтер поставлю в центр то все стенки синхронно двигаются к центру полости левого желудка то что говорит о том что у нас функция сохранена здесь дальше была позиция с нижней полой вены в принципе мы путем выведения субкастальной позиции то есть вывели субкастальную позицию здесь тоже в принципе можем оценить сократимость или наличие или отсутствие жидкости в области в перикордиальной полости отсюда я могу оценить коллабируемость нижней полой вены на вдох выдох в данный момент мы видим что она коллабирует печеночная вена является у нас одним из ориентиров здесь мы можем либо с помощью М-режима либо на глаз посмотреть буквально немного отступив от печеночной вены отпадающей нижней полой насколько она коллабирует если в М-режиме мы получаем достаточно четкую картинку изменения на вдох и выдох то что помогает в оценке полимического статуса пациента то что удалось вам сейчас продемонстрировать в аспекте вот этого подхода Point of Key Ultrasound в принципе позволяет часть неясных диагнозов которые требуют дифференциального диагноза использовать вот это мобильное оборудование для того чтобы сделать определенные шаги диагностические и изменить свою тактику сейчас тоже небольшой перерыв прервемся и потом будет блок вопросов и ответов так мы с вами снова возвращаемся в студию нашу и я сейчас открою чат у нас будет небольшой блок вопросов и ответов попробуйте что-нибудь написать что вам интересно может быть вообще какие-то вопросы появятся любые может быть что-то впервые услышали может быть что-то хотите спросить непонятно еще раз пока кто-то что-то напишет будет видеопрезентация доступна на ютубе спокойно можете потом посмотреть она будет у нас смоделирована чтобы не было вот этих заминов так смотрю пока что у нас с вами вопросов особых нету сегодня с нами вместе участвует около 60 человек так что достаточно много хорошие еще разочек смотрите это совершенно новая актуальная информация на сайте focus.moscow и на официальных источниках это все доступно вы можете это почитать посмотреть да вот пишут нам датчик секторальный для этого протокола полностью подходит и даже я бы сказал для многих он удобный так как этот датчик за счет небольшой тозыковой площадочки хорошо в межреберье проникает его очень удобно использовать в том числе и у подростков и у маленьких детей то есть этот датчик полностью будет подходить линейный датчик также подходит за счет его особенностей более высокой частоты проникновения 10 мегагерц вот но он будет подходить идеально единственное будет недоступно для фокусированных кг это не получится сделать но для визуализации легких это более чем достаточно по всем позициям то есть по продольной позиции по мимной оси все это вы увидите очень хорошо так как качественный сигнал идеально проникающий способность максимум до 10 сантиметров вот он вам позволит это сделать единственный момент для маленьких детей новорожденных есть специальные датчики линейные которые для этого предназначены ну так как вопросов явных нету еще раз хотим сказать презентация у нас будет продолжаться по методике поинтовки альтерсаун у нас будет следующая презентация сказать что это будет сосудистый доступ мы вам продемонстрируем для кому особенно для врачей институтной терапии да также у нас будет лекционная часть и мастер-класс покажу вам в последующем более подробно расскажу о каких-то интересных вещах может что-то вам будет интересно пишите с удовольствием постараемся вам осветить темы интересующие вас плевральные полости каким датчикам удобно смотреть для этого подходят два вида датчиков можно использовать это так называемый абдоминальный датчик и секторальные датчики можно использовать они наиболее подходящие так как глубина исследования может быть максимальная используем до 30 сантиметров потому что некоторые пациенты очень тучные могут быть с массивной грудной клеткой поэтому эти датчики наиболее подходящие у маленьких детей или подростков линейный датчик может быть использован при соответствующей глубине исследования до 10 сантиметров если у вас плевральная полость проникает то можно посмотреть у взрослых людей это не всегда бывает доступно особенность такая по поводу лежа или сиди смотреть важные моменты такие дело как лучше у нас с вами ситуация разная может быть кто работает в отделении реанимации это конечно все пациенты лежа либо по тяже состоянии но сидя в плевральной полости и задней базальной зоны смотреть удобно если есть возможность вас посадить пациента можно и сидя но поверьте моему опыту и опыту корректу это делать лежа вы также можете хорошо все это видеть особенность выпад будет средний умеренный либо массивный это все будет видно в положении лежа и то же самое все признаки консолидации B линии A линии в положении лежа будут также видны хорошо как и 7 по поводу заключения УЗИ легких и КТ то что мы продемонстрировали это наше видение этого пока нету вообще признаков визуализации ультазвуковой легких пока в нашей стране не распространены хочу вам вкратце рассказать до сих пор на кафедре ультазвуковой диагностики не проводят официальное обучение по УЗИ легким методикой для нас новое поэтому официальных заключений по УЗИ легким нету то что вам Силат Николаевич предоставил это по сути его личный взгляд на это все и наш общий как это можно проводить как это можно описывать эта методика только-только на данный момент исследуется поэтому если вам это вы можете смело использовать попробуйте это все посмотреть потому что пациенты разные и описывать их как-то надо уметь это протокол наиболее подходящий с точки зрения и врача ультразвуковой диагностики он наиболее полный а для врачей интенсивистов есть более простые протоколы оценки кто в реанимации работает поэтому только КТ является золотым стандартом у нас а ультразвуковой признаков пока что у нас нет еще объем жидкости рассчитывается на глаз или по формуле есть разные методики достаточно сложные методики ультразвуковой визуализации это делает оценку жидкости в полостях это расчетный показатель и не совсем бывает точный и конечно для врачей которые требуют какой объем в флевральной полости достаточно сложно и вероятность ошибки высокая потому что может быть 500 а может быть 1000 миллилитров а на ультразвуковой визуализации это будет не совсем четко отлично метод еще раз метод КТ является золотым стандартным метод ультразвуковой визуализации является дополнительным но с учетом клиники я хочу сделать акцент с точки зрения врача-клинициста методы визуальной оценки с минимальным расстоянием от линии плевры до от линии легкого до линии диафрагмы если это 5 сантиметров то около от 500 до 1000 если это 2,5 это примерно 250-500 миллиметров но важный момент клиника да и признаки наличия выпад массивный либо умеренный есть ультразвуковые конкретные признаки которые можно четко совершенно отличить умеренные от массивного вот скажите какие как правильно посмотреть признак ТАПСИ чтобы оценить сократимость правого желудочка ТАПСИ метод оценивает латеральное кольцо сократимость латерального кольца правого желудочка в М-режиме у нас был вебинар мы это показывали посмотрите у нас будет доступен в записи там метод ТАПСИ и присутствует будет четко видно как выводить эту позицию как выставлять М-режим и как оценить результаты с точки зрения практики международной и там также есть ссылки 2012-2017 года большие организационные исследования проводились корреляции со смертностью пациентов по методам оценка ТАПСИ поэтому посмотрите там есть четко как это оценивать а так оценивается латеральное кольцо трикоспедального клапана в М-режиме на систолу на оценку дисфункции правого желудочка есть или нет стоит ли считать объем консолидации нет объем консолидации сам объем не считается важный момент зоны консолидации где-то вы видите то есть это множественные зоны консолидации по передней зоне переходящей консолидации в боковые зоны и в задние зоны задней поверхности фронт-позиции то вот эти объемы мы считаем то есть распространение вот этих объемов бывают объемы субплевральные а бывают так называемые консолидации лобарные большие таким образом оценим по зонам и по объему распространения то есть две оценки обязательно в том числе и были не оценив то есть глобально все ультразаковые артефакты поэтому просто объем консолидации оценить неправильный важный момент зоны еще дополнительные. Жидкость в поливральных полостях лучше видна на УЗИ, чем на рентгене. Вот хочу сделать очень актуальный вопрос. Рентген, да, и КТ являются золотым стандартом при оценке, но важный момент. Объем жидкости по рентгену в положении лежа пациентов может быть минимален, минимальной визуализации, а по УЗИ изображению это можно увидеть от 5 мл, да, вот важный момент. И чем больше этот объем, тем лучше видно. Но для врача-интенсивиста, для рентген-клинициста важный момент, какой объем, умеренный либо массивный. То есть примерно от 200 мл для нас будет важно, который будет клинически дальше значимым. При рентгене, еще раз хочу сказать, 150-200 мл в положении лежа рентген, рентгенское заключение может вообще не описывать изменения. Суплевральная консолидация и кортикальная 0, одно и то же. Суплевральная консолидация дополнишь? Суплевральная консолидация является золотым, ну, с точки зрения стандарта описания УЗИ ЛЮРТИХ. Этому достаточно, да, и признак, если есть, это ноль, да, если их нет, то мы оцениваем по стандартам протокола. А, были линии, скольжение есть или нет. Поэтому ориентируясь на суплевральные, это наиболее правильно. Во всем мире используется именно суплевральная консолидация. Спрашивайте, пока мы здесь еще, у нас есть немножечко времени, спрашивайте. И еще раз напомню, у нас будет с вами следующее по Point of Care альтера саунд методики, сосудистый доступ, то же самое будет, видеоматериал доступен, и печатный материал. То же самое на сайте FocusMuskull, вы можете там, Blue Protocol, если официально на русском языке, можете почитать. Спасибо вам всем за внимание. Рады были с вами сегодня поговорить, пообщаться, вам показать. До следующей встречи. Всего вам хорошего. Будьте здоровы. Сидите дома, не болейте. До свидания.